Азолептин Азолептики Азолептин В двух словах, атипичные нейролептики отличаются от обычных или типичных нейролептиков тем, что они в меньшей степени вызывают экстоперамидные расстройства, такие как лекарственный протенционизм в частности, и в меньшей степени влияют на обмен пролактином. На практике это сводится к тому, что атипичные нейролептики лучше переносятся, то есть меньше побочных эффектов, более легкая переносимость, более комфортный прием. В то же самое время клозапин является первым атипичным нейролептиком, но мало того, что он является достаточно старым препаратом, он является еще и крайне мощным препаратом. То есть если сравнивать с другими лекарственными препаратами этого ряда, ряда нейролептиков, то клозапина практически в равной степени и в максимальной степени выраженности присутствует и противоантипсихотическая активность, или инцизивная активность, как еще говорят, и седативные действия. То есть это препарат с выраженным антипсихотическим действием и с выраженным седативно-успокаивающим действием. Причем, еще раз подчеркнул, один из наиболее мощных на сегодняшний день. За эту мощность приходится платить тем, что побочные эффекты у клозапина тоже достаточно серьезные. То есть помимо тех самых экстрапирамидных расстройств, которые чаще бывают у типичных нейролептиков, но встречаются и у атипиков, в частности у клозапина, помимо естественной, при таком мощном седативном эффекте, побочных эффектов в виде чрезмерной загруженности, у него присутствует один крайне неприятный побочный эффект, а именно то, что этот препарат не так уж и редко может вызывать изменение формулы крови. Преимущественно меняется формула крови в плане лейкопении, агромоцитоза. То есть это, опять-таки не углубляясь в терапевтические аспекты, это достаточно серьезное осложнение, которое может приводить к серьезному падению иммунитета, может приводить к нарушению свертываемости крови, может приводить к кровотечению, может приводить к, ну это при тромбоцитопении, естественно, может приводить к развитию симптоматики, в принципе, схожей даже с иммунодефицитом. Поэтому использование клозапина, естественно, ограничено наиболее тяжелыми психотическими расстройствами, ну такими, в частности, как шизофрения. Про психотические расстройства и шизофрения смотрим ссылку на экране. Также неприятным аспектом в плане применения клозапина является то, что он достаточно плохо взаимодействует с другими психотропными препаратами, в частности, применение его одновременно с феварином просто категорически недопустимо. Феварин – это флоуксамин, это антидепрессант седативного действия, сам по себе не такой уж и мощный, но одновременное применение с клозапином приводит к тому, что уровень клозапина в крови может повышаться в 10 и даже более, чем в 10 раз. Это, естественно, уже с ямно-токсическим воздействием на организм. Взаимодействие с такими препаратами, как карбамазепин, антиконвульсант, арматин, также может приводить к развитию вот этих вот частых достаточно в таком сочетании осложнений со стороны формулы крови в видеограммы луцитоза. Поэтому, когда мы говорим об использовании клозапина, мы говорим о том, что он используется в сложных, тяжелых случаях, при психотических расстройствах и при неэффективности других видах терапии. Единственным плюсом, ну не единственным плюсом, помимо его мощности, собственно говоря, плюсом клозапина является то, что генерические названия, генерические препараты этого соединения, они достаточно дешевые. Дешевые по сравнению с другими нейролептиками, естественно. Но, опять-таки, если мы говорим о применении у ослабленных пациентов, пациентов старческого возраста, у детей, то здесь всегда возникает масса вопросов, насколько оправдано применение такого тяжелого и мощного препарата, который затрудняет применение других психотропных средств, и в то же время его применение чревато серьезными осложнениями, вплоть до жизнеупражающих осложнений. Ну, я не говорю про злокачественный нейролептический синдром, который тоже встречается при применении азолептина. Он может быть и при других препаратах. Тем не менее, препарат достаточно тяжелый. За счет его малой стоимости его нередко используют при оказании, так сказать, бюджетной медицинской помощи. Это не вполне оправданно. То есть, использование азолептина, там, половине таблетки азолептина, четверть таблетки азолептина в качестве снотворного, конечно, дает снотворный эффект, но риск от использования такого, с позволения сказать, снотурного препарата значительно превышает потенциальную экономию средств при его применении. Опять же, если осложнение, любое из перечисленных осложнений возникнет, стоимость его лечения значительно перекроет любую экономию от использования такого препарата, как клацзапин в качестве снотворного. Поэтому, еще раз заключение, это старый, мощный, чрезвычайно мощный и достаточно токсичный препарат, который может использоваться при лечении, соответственно, тяжелых психотических расстройств, требующих применения максимально мощных средств и не поддающихся терапии более мягкими, менее травматичными для организма препаратами. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале, на портале YouTube. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.